Из пяти золотых медалей Олимпийцев Чувашии лишь одна была завоевана на зимних играх. В 1972 году в Саппоро первое место завоевал лыжник Владимир Воронков. Кстати, его тренер Владимир Григорьев, которому уже 83 года, по-прежнему в строю. Он по-прежнему тренирует детей в детской юношкой спортивной школе города Канаша. Между прочим, среди его воспитанников не только Владимир Воронков, но и Игорь Казиков, который в настоящее время входит в число руководителей Национального Олимпийского комитета России. Второй случай у меня такой. Один раз приехали в Липецк, и я смотрю, там достаточно известный тренер у нас там родился. Приехали в Краснодар однажды, я смотрю, там тоже наш известный тренер родился там. А вот сейчас приехал сюда в Чебоксар и сегодня смотрел аллею олимпийских чемпионов. И неожиданно для себя, в общем, открыл, что здесь родился вот олимпийский чемпион Владимир Воронков. Вот. Он по-старшему меня, конечно, выступал раньше меня, но в свое время был кумиром для меня. Это поколение Веденина, Симашова, Гаранина. Вот. Поэтому тогда очень сильная была команда. Как раз наше поколение училось, мы изучали технику вот этого поколения, как Веденин, Воронков, Тараканов. Вот. Поэтому я с ним общаюсь, до сих пор общаюсь. Мне будет приятно, если я при встрече, конечно, когда встретимся, я расскажу эту историю, то, что был здесь и на его родине. Спорт этим и прекрасен, что люди, вырастающие в своих регионах, деревнях, городах, они прославляют свои территории. И вот Владимир как раз тот человек, который благодаря ему тоже многие узнали, что есть такой город, что есть такая республика. Владимир Воронков родился 20 марта 1944 года в деревне Тугаево Комсомольского района Чувашии. Советский лыжник. Участник 10-х зимних Олимпийских игр в Гренобле 1968 года. Олимпийский чемпион 11-х зимних игр в Саппоро 1972 года. Чемпион мира 1970 года. Пятикратный чемпион СССР. Очень далеко, далеко приходилось ходить в школу. Это 2-3 километра. Это в начальную школу. А потом, когда перешел в 5-й класс, пришлось ходить вообще 5 километров. Это каждый день туда 5 и обратно 5. Вот, я думаю, вся закладка, вся закладка, она произошла именно вот в детские годы. И физическая работа, вы сами понимаете, родители заставляли же все делать. Филяне поднялись. Потому что народ как раз природа наградила. Его лучше, чем горожан. И все. Нашли. Их тренера нашли. Вот почему тогда сразу спорт в Советском Союзе стал расти. На лыжах встали, да, в детстве. Я в школе. Когда увидели, были же валенки и не было же ботинок. И когда в школу привезли лыжи с ботинками и сказали, кто хочет участвовать в соревнованиях, так я первый подошел, выбрал большие ботинки, лыжи широкие. И вот выступал первый раз на соревнованиях именно за школу. И очень удачно, кстати. Родители в это время переехали в Канаш. Вот я закончил ремесленное училище и приехал в город Канаш. Вот по приезду в город пришел спортивный комитет и сказал, у вас есть лыжные секции? Он говорит, конечно. И меня направили в детскую спортивную школу Григорию Владимиру Яковлевичу. И по сути дела, вот с 1960 года я начал тренироваться в Канаше, в детской спортивной школе у Григория Владимира Яковлевича. Это Канашская детская и юношеская спортивная школа. Тренером там оказался изумительный тренер, это Владимир Яковлевич Григорьевич. Это талант, у него нюх. Вот и Казиков, кстати, его из воспитанности. Вот он к нему подошел, подошел его. И Володя, будучи еще юношей, он выполнил мастер спорта, стал чемпионом молодежи Советского Союза. Говорят, что талантливый человек, талантлив во всем. Вот и будущий олимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир Воронков подавал в футболе большие надежды и вполне мог связать с этим видом будущее. Но несоблюдение спортивного режима партнерами по команде, что уже тогда входило в моду у отечественных футболистов, заставило Воронкова выбросить мысли о футболе из головы и сосредоточиться на лыжных гонках. Большой спорт начался с футбола. Я закончил школу, уехал учиться в Челябинское ремесленное училище. И просто подошел тренер и говорит, кто занимался, бегал, прыгал там. Ну, я говорю, я занимался. Он говорит, ну, футбол запишется? Я говорю, да, запишусь. Ну, вот, по истечении двух лет я уже был в сборной команде Челябинской области по футболу среди юношей. Когда уже стал заниматься футболом, вообще мысль была, что, в принципе, у меня может получиться. И у меня на самом деле получалось. Вот. Ну, когда я переехал в Канаш, я тоже играл за команду сборного города Канаша. И мне всегда удивляло в футболе. Проиграешь с поигрыша, выиграешь с выигрыша. Я себе всегда задумывался. Это же можно, в общем-то... Ну, выпивка-то не очень-то хорошо сказывается. И вот тогда я уже серьезно подумал, что надо уходить именно в лыжи. Потому что там более были серьезные отношения. Ну, и группа у нас была очень сильная, у Григорьева. Очень сильная. 1968 год. Французский Гренобль принимает 10-е зимние Олимпийские игры, по итогам которых первое общекомандное место в неофициальном зачете занимают норвежские спортсмены, завоевавшие 6 высших наград. Сборная СССР на втором месте с 5 золотыми медалями. В Гренобле состоялся дебют лыжника Владимира Воронкова. Он стал первым представителем Чувашии, стартовавшим на зимних играх. В наше время с Эмин Таревым вообще была проблема. Вообще была проблема. Мы же сами не готовили, не изготавливали лыжи. Получали финскую, финские лыжи, норвежские и шведские. И эти очень многие соревнования мы именно проигрывали из-за лыж. Я помню вот Олимпиаду 1968 года, где я там был два раза в четвертом. Нам привезли лыжи шведы. И они были шведы и финны. Я бежал на Ярине на финских лыжах. Они канты делали, канты текстолитовые. Это вот, что в тракторах делали какие-то прокладки. И пока на этом текстолите лежала мазь, они работали. А как только мазь сходила, они перестали катить. А во Франции, в Гренобле, была трасса очень сложная. Много было поворотов. И по сути дела, я первые 10 километров прошел первым-вторым. Проигрывал Нонус, там буквально секундочки. И когда пошли спуски, я все проиграл. И был четвертым. Проиграл Нонусу 30 секунд. Впечатление о той Олимпиаде у меня очень теплой, хорошей. Мы единственное поняли после той Олимпиады, что мы можем выигрывать. И мы обязаны выигрывать. И вот после той Олимпиады именно ребята, а у нас был хороший коллектив лыжников, мы собрались и по сути дела дали себе клятву. Сколько же мы можем терпеть? Мы 16 лет не могли выиграть мир и Олимпиаду. 16 лет после наших Колыча, Нанекина, Кузина, Терентьева. И дали себе клятву, что на мире, на мире в 70-м году мы всем дадим бой. Оно так и получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok